Моя голова! Что произошло? Что же, остается только одно. Сваливать. Посмотрим, смогу ли я найти отсюда выход. Какого тут так много места? Он явился из темноты, чтобы одарить меня сладостным благословением. Чернильная фигура, одарившая мрак. Я вижу тебя, мой спаситель. Я прошу тебя, услышь меня. Эти старые песни. Да, я воспеваю их, ибо знаю, что ты спасешь меня и примешь в свои последние нежные объятия. Но любовь жестока. Достоин ли я благословения? Я сказал, достоин ли я благословения. Эй, прошу прощения, вы можете мне помочь? Ау! Куда, черт возьми, он делся? Ворота не поднимутся без электричества. Нужно отыскать выключатели, которые и помогут мне отворить ворота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь довольно мрачно. Сначала Джоу установил чернильную машину прямо над нами. Затем она стала протекать. Трижды за месяц мы не смогли выйти из нашего цеха, так как чернила затопили лестницу. Каким было решение Джоуи? Периодически откачивать чернила насосом. И теперь этот гадкий выключатель насоса прямо у меня в офисе. Люди шарствуют туда-сюда весь день. Спасибо, Джоуи, всю жизнь мечтал. Давайте, отвлекайте. А знаете, эти тупые мелодии к мультикам сами себя не напишут. Похоже, лестничная клетка затоплена. Чтобы выйти отсюда, мне нужно найти способ как это откачать. ОТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сэмми сказала, что однажды она может стать популярнее Бенди. За эти несколько недель я уже успела озвучить парочку ролей, начиная с говорящих стульев и заканчивая танцующими курами. Но этот персонаж, единственный, с которым я чувствую связь, она будто часть меня. Элис и я, мы одно целое. Каждая творческая личность нуждается в убежище. У Джоу Дрю и у меня оно есть. Чтобы войти, требуется знать мою любимую песню. Скрипку в ужасе трясет. Банджо трепетно ревет. Барабан спать не дает. Банджо ноту вновь возьмет. Спой мою песню, и для тебя убежище откроется. Каждый день происходит нечто странное. Я был здесь, в своем кабинете. Собирался запустить киноленту, как вдруг Сэмми Лоурдс ворвался и запретил мне это сделать. С просьбой подождать в коридоре. После я слышу, как он врубает мой проектор, вылетает из проекторной и несется в студию звукозаписи, будто за ним гонится емаленом. Через пару секунд проектор гаснет. Но Сэмми нет. Он не выходит оттуда долгое время. Этот человек загадочен. Безумно загадочен. Я думал поговорить обо всем этом с мистером Дрю. Но с другой стороны, признаю, мистер Дрю тоже со странностями. Начало положено. КОНЕЦ 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 О нет, здесь нет вентиля. Где же он? Вы вентиль у этого существа? Я обожаю тишину, а ее так не хватает в эти напряженные времена. Ах да, конечно, здесь еще и воняет так, что даже на небесах дышать нечем. Но это просто замечательное место для такого старого композитора, как я. Песни Сэмми вечно тревожат меня. Но если бы я не сбегал время от времени, то никто бы не узнал об этом. Поэтому я буду держать песню в своей голове и... Но с закрытым. Сэмми вечно. 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 Продолжение следует... Прости, у меня не было выбора. Милая шляпка. Так, должно сработать. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ах! 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 Тихо! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...